Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Все время проверяйте цифры. Номер 449. События дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. За 5 марта 2017 года. За воскресенье вчера. А тут объявление, я просто буду продергивать. А кто смотрит, затормозите. С нами утром выходите на молитву, если хотите. Вместе можем молиться. Ну и дальше советую посмотреть. Вот такой у нас есть ролик на нашем Ютубе, на канале. Вот это вот, оно указано здесь. И о нем отзывы какие. И там много комментариев. Очень полезно комментарии просчитать. Ну а о постах вот где нужно считать. Вот это к нашему форуму прилепиться. А вот это вот к Истинному Православию указано где. Это к сайту. Вчера интересно. Уже забыл об этом. Завтрак называется. 7.15. Посмотрите. Вот этот ролик обязательно посмотрите. Как раз это к нам приехали люди. В лагере обедают. Ну вторую там дальше столовая продленная. Вот сегодня мне пишет. Считай. Вера Мурник. Христос посреди нас. Игнатий Тихонович. Мой отец читает псалтирь за живых и умерших. Кто бы то ни был. Пьяница, злодей и так далее. Кроме самоубийц. Но папина сестра Пятидесятница. Она постоянно его упрекает. Что не надо молиться за пьяниц. Потому что в Библии сказано ясно. Что пьяница Царствие Божие не наследует. И хотя я ей объясняю. Что нам стоит за них молиться. Потому что нам не дано судить человека какой он. И достоин ли он молитвы или нет. Но тетке как и всем сектантам. Нужны доказательства из Библии. Подскажите ради Бога. На чем основать свои доказательства. Где их найти в Библии. Спасибо огромное. Да хранит вас Господь. Я отвечаю. Игла. Игнатий Лапкин. В данном случае ваша тетя права. И дальше считай. 1 Иоанна 5.16. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти. То пусть молится. И Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю. Чтобы он молился. То есть есть грех к смерти. О нем нельзя молиться. Это за живого. Про мертвых вообще молитвы. Ну указаний нет в Слове Божьем. Дальше. Игеремия 7.16. Ты же не проси за этот народ. И не возноси за них молитвы и прошения. И не ходатайствуй предо мною. Ибо я не услышу тебя. За живых даже нельзя молиться. А там в Ветхом и в Новом Завете. А про мертвых и говорить уже не надо. Там раба твоего. А какой он раб? Пьяница-то. Там сама молитва говорит. Что нельзя за них молиться. Игеремия 11.14. Ты же не проси за этот народ. И не возноси за них молитвы и прошения. Ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 1 Царство 2.25. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса Отца своего. Ибо Господь решил уже предать их к смерти. Когда не слушает, означает, все, уже он приговоренный. Везде. Особенно это во 2 книге Параллель Паминон 25.16. Когда пророк обречал царя, а тебя кто ставил? Чего ты лезешь-то ко мне? Он говорит, я понял. Ты согрешил и не кажешься, Бог решил тебя убить. Евреям 10.26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, произвольно, то есть так привыкли по ходу дела, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противника. Даже призвание имени Божьей ничего уже не поможет. Если отвергшиеся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то скольте к чайшему думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Матфея 12.32. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в семь веке, ни в будущем. А тут за мертвого, речь стоит о мертвых молиться. Евреям 6.4. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Ну, это считается одно место, 6.4. А тут бывает 4 больше стихов. Вопрос задам, сколько? 2. Вот это вот дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 мест вписания ей показал. Можно поверить теперь? Можно. Дальше. Александр Гребенюк. Здравствуйте. Меня зовут Александр Гребенюк. Мне очень понравилась ваша философия и наставление. Хорошо, что еще есть такие люди в нашей православной вере. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. У меня к вам вопрос, правильно ли я поступил или нет. У меня еще два родных брата. Отец нам оставил наследство, квартиру. Я отказался от наследства, чтобы не поссориться между собой. Но жить остался с родителями, так как они пожилые и требуют человеческого внимания. Братья все равно чем-то недовольны и со мной не общаются. Так как мне жить, чтобы не обидеть ближнего человека, если отказался от всего? Ну, иди как. Вопрос. Я вначале вижу три брата, ну, сильно похожи на рассказ такой. Но если это действительно так, тебе зачем на это обращать внимание? Недовольный, ты невиновен. Да делай, как живешь и живы открыто, чисто, красиво и благодари Бога. Ну, а дальше дело покажет, как будет. Они недовольны, а я еще сделаю. Мой брат тут старший был недоволен. Мною все время недоволен был. А что, за то, что я пошел к Богу. Чувствуешь? Он старше меня на пять лет. И прямо тресся, чтобы только где не сказал. Я в Москве приеду к нему, он за каждым шагом сидит, чтобы жене его не сказал о Боге ничего. Один раз он меня просто выгнал из дому. Брат старший. А я его любил. Я говорю, он все умел делать, а я ничего не умел делать. И лыжи мне сделала. Ну, вот он, когда меня выгнал, тогда я побежал скорее в метро и сел-то с Михаилом Федоровичем на одну скамейку. Как бы не брат, я еще благодарен ему. Теперь пишет еще один. Денис, Христос воскресе. Вот научились, как бы Серафима так говорил. Да Пасха, какую тебе радость-то принесет. Идет великий пост, Христос воскресе. Да без тебя мы знаем это. Не надо так приветствоваться. Мир дома сему. Это все выдумка серафимовская. Так. Здравствуйте, Игнатий. Прочитал вашу статью о крещении истинном и ложном. Но почему-то не нашел конкретного для себя ответа. А именно, нужно ли креститься полным чином, если был крещен в патриархийной церкви через намочение головы в чане с водой? Ну, как у меня не найти, когда везде и всюду я говорю об этом. Что нет, это не крещение. Зайдите на нашем сайте к истинному православию о крещении. Сразу все это увидите. Дальше. Я сообщил своему священнику, что осознаю себя некрещенным и, исходя из этого, не считаю возможным причащаться, так как таинство крещения над мной не совершалось. Абсолютно правильно. А было лишь глумление над таинством. На это получил ответ, что таинство крещения было восполнено причащением и любовью Христовой по экономии. Так, это по экономии я являюсь крещенным. А все мои душевные страдания по этому поводу есть без сообщения. Понятно как? То есть одно таинство заменяет, подменяется или восполняется другим. То есть я такого безумия даже не слыхал никак. То есть видно, что они врут постоянно, неверующая попытка. Но вот каждый день они что-то придумывают. Чтоб только не погрузить и вода здесь. Я вновь надеялся, что руки сатана ему связал. Служители-то не божьи. Без сообщения, которому нельзя поддаваться. Признаться честно, меня это совсем не утешило, а лишь посело соблазн, что услышал я ересь. Да. Так как Господь нам даровал семь таинств, а не одно, универсальное. И одно таинство не может восполнить другого. Пришим, я не больной, не на смертном одре, не в плену в поле. Да и когда крестили, кавычках, крестили меня, было мне шесть или семь лет. Я не осознавал, что есть крещение. Было лето. Внизу у церкви была мелкая речушка в семидесяти метрах. Да и элементарно, можно в храме было бочку поставить, колодец с водой в десяти метрах от храма. Прошу, подскажите, правильно ли мое внутреннее ощущение происходящего со мной? Заранее благодарен за ответ. Сбраскали бы во Христе Денис. Денис, абсолютно правильное. Но я ему ответил, что у нас крещение 9 июля нынче будет. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихоныч. Поздравляю вас и ваши братья и сестер во Христе с праздником торжества православия. Более смешного праздника нет. Торжества православия. Нигде его нет торжества. Отступление на всех фронтах. Так. Письмо я это... Это я начал писать позавчера. Да, но когда уже заканчивала, то вдруг выключился свет. Обесточены были многие квартиры, и я не смогла его закончить. Слава Богу, что письмо сохранилось, хоть я его и не сохраняла. Пишет вам рабобожий Екатерина Голубева из города Ульяновска. Работаю я в лице техничкой. А вас узнала из интернета, когда вышла на епископа Лонгина. Заметь, как она меня нашла? Вот удивительный случай какой еще. Представь себе, Лонгин, епископ. Отца Михаила Жара. Вот это форпост фильм-то. Так, смотрела вашу видеозапись, где вы отвечали епископу по Евангелию. Как поступать ему с детьми. Они из монастыря обратились к вам за советом. Да они обратились ко мне. Тогда меня это очень удивило и заинтересовало. И через некоторое время я еще посмотрел ваш ролик. Но поскольку меня смутила одежда ваших женщин, и я решила, что все вы старообрядцы, то и не стала больше смотреть. Интересно. Одетые люди по церковному смутило. А вот пришли расхристанные, без рукавов, женщины без платков, в брюхах, никого это уже не смущает. То есть совершенно извращенный вкус. И только потом, хочу немного рассказать о себе. Родилась я в селе Вешкайма Ульяновской области в 1967 году. А принял крещение в 23 года, в 1990 году в соседнем селе. И у меня в 23 года я обратился. Где был храм. Тогда приезжих было очень много. Так как в других селах не было храмов, и все съезжались в село Товолжанка. В тот воскресный день батюшка крестил многих. И потом сразу же всех нас и причастил христовых тайн. Но это я знаю теперь. А тогда ничего не поняла. Так как оглашение не проводилось. Не поняла. Не поняла. Не поняла. Поняла. Мои родители жили в село Вешкайма. Вешкайма. Где храм был лет 200 назад. Но до сих пор новый так никто не построил. Моя мама с помощью Божией построила часовни на кладбище. Где похоронена в 2015 году. Она умерла от третьего инсульта на 78 году жизни. Видите как подробно пишет все. А папа мой 80 лет. Теперь живет у моего брата в другом поселке. Сама я уехала от родителей сразу после окончания школы в город Ульяновск. Учиться. И живу здесь до сих пор. В 1991 году я вышла замуж. Потом узнала, что муж не был крещен. И вскоре он принял крещение. В 1992 году у нас родилась дочь. Но поменчались мы только в 1995 году. А в 2000 году у нас родился сын. Но семейная жизнь у нас не сложилась. И в 2004 мы с мужем развелись. Новый завет. 1 Коринфянам 7 стих 11. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную. И 1 Коринфянам 7.34 Не замужние заботятся о Господнем. Как угодить Господу, чтобы быть святой и телом и духом. А замужние заботятся о мирском. Как угодить мужу. Молодец какая. Первый раз я ее услышу и вижу. И все мне нравится. Замечательно. Теперь дочь уже замужем. А я живу с сыном. Он заканчивает 11 класс. Сейчас за бывшего мужа молюсь. У него с детьми хорошие отношения. Сейчас он живет в городе Москва. Но есть ли у него семья, неизвестно. По его разговорам видно, что он один. Бог знает. Я решила замуж больше не выходить. С бывшей кровью поддерживаем отношения. А бывшим свекре ныне покойно молюсь об упокоении. Стараюсь жить в мире со всеми. Вера в Бога у меня была с детства. Но Бога я не знал и всегда искала Его. Свое обращение к Нему я считаю в 25 лет. Когда произошло интересное событие. Которое я помню четко и ясно до сих пор. В 91 году осенью, один из выходных дней, я решила поехать в храм. Где в храм? В храм. Да, вот он. Посмотреть что-нибудь. Узнать о Боге и о Библии. Так как духовных книг у нас не было. А вот по дороге я думала, как буду себя вести в храме. Ведь ничего не знала. Умела только креститься и говорить, Господи, помилуй. Вот интересно, православная вся вера. Да еще думала, что в храм никто не ходит и там будет мало народа. Но каково же было мое удивление, когда я пришла, не смогла войти в храм из-за многолюдства. Пока стояла в притворе, в толпе, то увидела на стене объявление. То есть написанное правило, как себя вести в храме. Прочитала его, но долго не смогла стоять и решила пойти в лавку. Там мне посоветовали купить Новый Завет, молитва слов. И я купила. И там же узнала, почему было много народа в тот день. В тот день был праздник Рождества Богородицы, 21 сентября. В этот же день я стала читать Новый Завет. И мне сразу же поразила мысль, что никто из грешных людей не смог бы его написать. С этого момента я решила менять свою жизнь. Но поскольку уже была замужем, а грехов была тьма и смертных тоже, то путь моего очищения был долгим. Сама я изучала православную веру, искала духовного руководства, прочитала всю Библию, закон Божий, многие жития святых и получение святых отцов. Новый Завет по нескольку раз и толкование на него. Псалтирь, который мне особенно понравился. И я научилась читать ее по-церковно-славянски. Выучила многие молитвы. Многие я молитвы. Ездила по святым местам. Познакомилась с некоторыми старцами, ныне уже покойными, но известными. Долго искала волю Божию себе. Спасала себя и пыталась спасать окружающих. Но что-то делала не так. Чего-то мне не хватало. Даже в виде благодатных старцев. Вот интересно, какой подробный рассказ скажут. Ну, обычно люди, которые не пережили, говорят, да ты сам придумал это, все пишешь. Давай. Даже в виде благодатных старцев и их пророчества о себе, сбывающимися исцеления, от них по благодати Божией все равно понимала, что мне чего-то не хватает. Просила и молила Бога о спасении, от избавления от печати Антихриста, о чистоте сердца, об избавлении и помращении ее ума. И находила ответы сначала в духовной литературе, а потом в интернете. Благо он у нас здесь. Слушала и при проповеди Смирнова, Данила Сысоева, профессора Осипова, Андрея Ткачева, Владимира Головина и многих других. Изучала вопрос о глобализации и прочее. Вышла на Сергея Масленника Ива и его школу о покаянии. Милостью Божией прошла у него оглашение и потом вышла на вас. Теперь смотрю регулярно все ваши ролики и наконец-то нашла ответ, что мне не хваталось эти годы, это рождение свыше. Вот это понимаете, что я это не придумываю, но само по себе она-то видела не вид, а не в форме какой. Речь-то идет не об этом. А какое наследие, что говорят. А тут по порядку Смирнова, Ткачева, Масленника выставила там. И где-то там, ну я, у меня-то никакого образования-то нету, повторяю сто раз это духовного-то. И она почему-то здесь остановилась. Почему? Но впереди, что она о себе пишет, можно было догадывать, что она наткнется наконец на это. Чтобы все было по Евангелию. Ну и Дух Святой касается. Я чувствую, что я совсем не такая, какая была до крещения. Произошло изменение ума, но сердце еще не изменилось. В нем еще живет грех. Игнатий Тихонович, прошу вас, мне ответить, как вам будет угодно. Как мне от вас по почте получить ваш трехтомник в Синодальную Библию, красную в трех частях. Как и куда переслать вам деньги. Хотелось бы еще выйти с вами на связь по скайпу и задать вопросы. Но без сына я еще не умею работать на компьютере. Надеюсь, сделать это позднее. В последнее время я постоянно смотрю все ваши ролики. Что умею делать без сына. То есть, что-то умею, а чего-то нет. И благодарю Господа моего Иисуса Христа за то, что Он меня грешно еще терпит. И дал такую милость, как познакомиться с вами. Каждый день вспоминаю вас в своих молитвах и целую ваши ноги. Которые так много благовествовали Евангелие. А, благовествовали. Евангелие от Луки 7.45 Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать меня ноги. Игнатий Тихонович, дай вам Бог многое-многое лето. Вы нам еще нужны. Я прошу сына, чтобы он скинул вам это письмо. А заодно и мою небольшую книжечку. Если у вас будет время прочитать, то я бы хотел узнать ваше мнение о стихах. Там о школе не должно быть. Но у меня не было денег издать их отдельно. А так хотелось для учителей, с которыми работаю. Поскольку это пятое издание. А они у меня все издания покупали. В свою очередь на эти деньги мы покупали подсвечники и прочие в храмы. Вот так. Спасибо, Христос. Прошу ваших святых молитв. А мне недостойны их. До свидания. Вот видите, какие письма мне ночью накидали-то. Ну, если удастся, сюда пишите, где написали-то. И договоримся тут, чтобы сын установил глазок было, чтобы видно друг друга было. А о книгах я вам отдельно все это скину. Что надо знать, куда переслать деньги и прочее. Ну, сразу покажу, какие у нас есть ресурсы. Это вот мой мир. Видите, мой мир. Это Mail.ru была очень хорошая система. Ее попортили теперь. Но все равно я ее уважаю. Она мне приятная. Больше, чем другие какие-то. Вот. Вот, видишь, кто-то зашел. Личное сообщение на форуме. Вот это наш форум. Что тут? Ну, первый раз. Вот сейчас буду заглядывать. Второй. Первый ты глянул. Что он пишет? Кто такой? О чем пишет? Что космос, его размеры. Луна 3500 километров. Меркурий 5000 километров. Вот это сейчас, чтобы я просто переключу, выставлю здесь и видно будет. До свидания. Вот сейчас мы это все вытащим. Увидим, что тут у него есть. Еще это так, она не выделяется. Нельзя так не выделять. Это надо выделить все. А ну-ка, прочитай, что пишет. Так, космос и его размеры. Раб Бога. И напоследок. А Луна 3500 километров. Что это означает? Не знаю, может. Не знаю даже. Земля 13000 километров. А что это означает? Нептун. Ну, что, не понятно. А Луна 3500. Что это? Не знаю. Ни расстояния, ни диаметра. Немного данных. Вот, видишь, непонятно. Космос и его размеры. Раб Бога. Ни фамилии, ничего нет. 2,5 миллиона. Сириус 2 миллиона. 36. Это расстояние. И до Луны 3500 километров. Нет. Непонятно даже. Может, она объем имел ввиду? Да, конечно, нет. Диаметр. Какой-то. Совсем не то. Вот сколько. Световой день. Ну, дальше. Миллиарды километров. Световой год. Размеры галактики. Млечного пути до соседней галактики. Квинтиллионов километров. Суперскопление галактик. Космическая сеть. Квадриллионов километров. Предполагаемый размер Вселенной. Секстиллиона. Я даже не знаю, что такое с Богом. Благословен Господь. Что это означает? Вот здесь вот вопросы надо поставить. И как-то... О, не то нажал. Вот здесь вот. Ну, в общем, это интересно. Надо узнать, что эти данные означают. Ну, о Луне, о Земле. Ясное дело, что совершенно не то. Вот отпустила, она пошла. Ну, непонятно. Я-то выделяю, чтобы не запутаться в другой раз. Я этому не могу поверить. И что это? Чему верить-то я даже не знаю. Вот так вот. Ну, на этом оставлю. Дальше, что он пишет здесь? Вот я при людях сейчас прямо туже и снимаю. Вот смотри, какое. Все тут. Два, три. Вот первое можно убрать. Вы так разверните на всю страничку-то. А? Ну, так откройте на все. Вот так вот? Ну, конечно. Да мне неудобно там будет тогда убирать ее. Так, о чем? Кто пишет это? Ну, видимо, он же. Раб Бога. Раб Бога. Ну, еще он как-то снять надо мне туда перенести. Тут неудобно. Вот туда дальше я переношу сейчас. Видите, какая работа. Мне уже не совсем понятно, что он говорит. Поэтому я ставлю под вопросом. Я не то, что опровергаю, а я не понял, что там есть. Это не то. Она что, не перекачалась сюда, да? Он не мог взять ее или что? Кого? Что? Внизу еще ниже. Надо всю страницу открыть, я же говорю. Ну, открыть. Второй вот этот вот. Ну, открыть. Ладно, открыли. Что мы сделаем? Открыли, еще открыли. Что это дало нам? Нет, письмо-то. Письмо сначала открыть. О! Вот, ну, еще теперь размеры. Ну, это видео есть в интернете. Ага, вот как надо было сделать. Маленько не так. Ну, прошу прощения. Теперь. Вот так. Теперь что здесь нужно еще? Космос. Ну, видимо, хочет познакомиться и даже еще не знаю, еще не видел, прямо отсюда. Что он пишет? Так, мир вам, Игнатий Тихонович. Хочу поделиться с вами интересным видео, найденным мной на просторах интернета. Видео показано размеры космических тел, начиная с Луны, заканчивая мультивселенной. Вымысел автора видео, которое он сам ставит под вопрос. Видео сопровождается реальными данными размеров спутников, планет, звезды, галактик и так далее. Это видео заставляет задуматься. Вот само видео. Дальше уже не надо. Что интересно, в этом видео все объекты имеют шарообразную форму, кроме галактик. Так почему же наша Земля должна отличаться от них? Сегодня каждый себе может купить домашний телескоп и смотреть на планеты, звезды и даже... Ну ладно, понятно, что мне уже все понятно. Теперь я коротко делаю, что убираю это и убираю это. Мне это не надо. Кто-то, сейчас, километры, квадриллионы. Все, очищено. Мне это не надо. Какие это знания такие? Он сидит там, один человек и что-то придумывает. Дальше что? Видишь, как неудобно здесь. Мне неудобно раскрывать ее. Второе я убираю. Третье кто? Тоже он? Нет. Так. Хаперский. 38. Мать-одиночка. Нам вчера уже просили помолиться. Мы помолились и тут же они сообщили. Все, операция прошла успешно. Какое-то кровоизлияние у нее было уже в больнице. Все время люди спрашивают. Все. Ну, я показываю. Ну, когда обновишь, тогда вот эта краснота уходит. Вот это вот. Все. Ну, и посмотреть можно посещаемость. Какая была вчера? Сколько человек пришло? Вчера пришло сколько? 842. А сегодня опять меньше. Это не наша цифра. У нас 350 в среднем идет. Теперь. Еще у нас большой ресурс. Это вот мой мир. Вот, которые спрашивали что-то. Вот здесь открытый православие. Только нажмите на нее. И вот здесь. И окрещение, и обо всем есть. Вот цифру назад скинуть. Опять то же самое. И вот наш видеоканал. Видеоканал, который я ставил сегодня. Ну, ночью выставил 6 роликов. 6. И вот я бы еще открыл. Вот это сейчас кто-то один боязно. Потому что много матерков. Матерщинники такие пишут. И приходится их убирать. Вот оно где. Как беседовать с сектантами. Вот это, что ночью было выставлено. Событие. Вот оно. Возлюзем Бога. Сколько здесь? 84. Событие. 73 человека пришло. 80. Ну, то есть немного. И теперь мы, ну, это место будем заполнять. Сейчас я вытащил на... Сюда. Прямо только открываю. И сразу вопросы идут. О старобряществе. Готовая. А поплыл уже опять. Ну, какой-то и все уже. Ты за руль никогда не садись. Спишь днем и ночью. Нехорошо это. Давай. Вопрос 2406. 11 том открытым оком. Это из папки старобрящества. Меня интересует положение в старобряществе. Вы говорили, что они не допускают абсолютно никакой критики в свой адрес. А как же выступление на их соборе митрополита Андриана, где он прямо говорит, что есть у них недостатки и от них нужно избавляться? 48 страниц. Ответ. Действительно, в докладе были добрые слова, но им не сдвинуться, потому что на первом месте стоит обряд. А не Библия и не Христос, воспринятый через личное уверование человека, встретившегося со Христом. Им эти мои выражения уже кажутся кощувственными. Они уничтожают у себя любую живую мысль, которая указывает на то, что они не имеют никаких преимуществ со своим двуперстием пред Богом. Я сам был среди них и испытал это на своей душе и плоти. У архиепископа Иосифа, тогдашней главы их архиепископии, был духовник протеерей Павел Морозов. Этот священник страшно ненавидел меня и гнал меня и добился моего отлучения. Но вскоре он жестоко поплатился. То есть невиданный Бог сделал тогда? Я такого даже не знал. Я тогда понял, что меня Бог защищает везде. Сам был извергнут из сана, и за него запретили даже молиться за мертвого. Ох как! Образовалась особая ветви в старобрячестве во Фрунзе его дочерью Марией. А меня тотчас и восстановили, но отлучили его не за грех плотской, а, как говорилось, за разоблачение их священников. Сотрудничавших с властями. И сам архиепископ был виновен в этом. У них есть священный инок Симеон Дурасов, который написал прекрасное письмо на их собор. И они его, думайте, восприняли? Как бы не так. Они по обычной своей злобе думали, удумали его задавить. А таких обличительных писем они получили не так и много за 300 с лишним лет. 4 по 6 августа в Москве прошел Совет Митрополии Русской Православной Старобряческой Церкви. Совет рассмотрел различные текущие вопросы. Наиболее важным был второй день, 5 августа, когда в заседании Совета были зачитаны открытое письмо Собору РПСЦ священной инока Симеона Дурасова. И ответ на него, инока Олимпия Вербицкого. Сам отец Симеон Дурасов был приглашен на заседание, но так на него не явился. Письмо это было участниками Совета сочтено юридическим и капитулянским. Ну как? Заметьте. А вы говорите, принимают что-то, ничего они не принимают. Юридическим, это их священник написал. Вот вы теперь слушайте. Участники Совета единодушно высказали свое отрицательное отношение к этому прискорбному документу. Были продолжены попытки вызвать отца Симеона для объяснений, но он очевидно отключил свой телефон. Тогда была создана комиссия во главе епископа... В составе. Где во главе ты берешь? В составе епископа Зосимы Еремеева, митрополичьего, диакона Виктора и инока Олимпия для подготовки заключения по делу об опровержении открытого письма священной инока Симеона. Прозвучало даже предложение извернуть отца Симеона из священного сана, но в последний момент Совет все же решил в надежде на покаяние отца Симеона в случае, если он не появится до закрытия Совета, объявить его о запрете до Священного Собора, намеченного на осень, который должен окончательно решить вопрос о священстве Симеона Дурасова. Отец Симеон и ранее был известен своими симпатиями к РПЦМП, что в полной мере и выразилось в его известном письме с изложением экуменических взглядов. Отметим, что практически никто из присутствовавших не попытался их отстаивать. Напротив, многие были настроены весьма критически в отношении содержания открытого письма. Открытое письмо о Священному Собору РПСЦ священной инока Симеона Дурасова. Вот теперь слушайте письмо. Его не каждый найдет, но у меня оно есть. Кавычка. Открытое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. При освященнейшим владыкам, честным отцам и всем братьям о Господе радовайтесь. 10 ноября 2003 года по новому стилю на память святой великомученицы Поросковьи Пятницы в здании Старообрядческой митрополии Московской и всея Руси преосвященнейший митрополит Олимпий и протеерей Леониды вручили мне бумагу следующего содержания. 1. Управление состояния его здоровья. 2. Воздержаться от любых священнодействий. 2. В кратчайший срок прибыть ко мне для беседы. 3. Олимпий, митрополит Московский, всея Руси. 4. Каждому понятно, что речь в этом документе идет не про студии и не о каком-то физическом увече, а о душевном заболевании. 5. Только врачебная комиссия может подписать заключение о состоянии психики человека, который будет иметь законную силу в глазах органов власти, гражданского общества, да и самой церковной среды. Таким образом, решение вопроса обменяемости действий и писаний и ерея Дурасова должно быть доверено врачам-психиатрам. Я боюсь, что за множеством других забот наше начальство еще долго не соберет такую комиссию. Это он пишет. И крестьяне будут вынуждены сами на свой вкус и разум строить догадки, сошел с ума Дурасов или нет. Но я постараюсь сам по мере сил прояснить этот вопрос. Представьте, старая Брязис пишет им в Белокреницкой иерархии на Рогожском кладбище. В сентябре 1983 года я, студент третьего курса Московского университета, был направлен в психиатрическую больницу имени Кащенко, потому что сказал человеку в белом халате, что о состоянии современного общества и о его перспективах предпочитали судить не на основании программы КПСС, а по Святому Евангелию, апостольским посланиям и писаниям святых отцов, в частности, по слову преподобного Ефрема Сирина, о кончине мира и об Антихристе. Результатом полуторамесячного пребывания в ведущей психиатрической клинике страны был диагноз «остенно-депрессивное состояние». Подписавший это заключение врач сказал, что, ставя мне такой диагноз, он пошел на некоторый риск, ибо его шеф, академик Снежневский, рекомендовал вынести диагноз куда более мрачный. Какое именно заболевание нашел во мне корифей советской психиатрии, кавалер множества подсчетных званий и наград еще со сталинской поры, печально известный угодным властям диагнозом по отношению к инакомыслящим, мне так и осталось неизвестным. Я тоже попадал по исследованиям эти, и хорошо знаю, о чем идет речь. В июне 1986 года врачи Октябрьского райвоенкомата обратили внимание на факт моего пребывания в психбольнице тремя годами раньше. Я сразу же был направлен туда вновь для повторного освидетельствования. Дополнительным основанием явилось то, что военная кафедра МГУ сочла меня недостойным званием советского офицера по морально-политическим качествам, а конкретно закрест на груди. Специальная комиссия вынесла вердикт о моей негодности к строевой службе по причине психического заболевания. Какого именно, это врачи обещали мне потом написать. Ну или забыли написать, или дело потерялось, или же надо было все-таки выполнять план набора призывников. И в том же году меня призвали в строительные войска. В июне 1987 году командование военно-строительного батальона, где я проходил службу, направило меня в Калининскую областную психиатрическую больницу. После того, как я написал открытое письмо офицерам и солдатам части. А я как раз в 87-м был освобожден из лагеря. И тоже с психиатрией связано. Мне как-то напоминает, что одного освобождают, другого сажают. Там было написано, что командование стройбата использует в своих интересах подавление одними нациями других, а его производственная деятельность является сплошным обманом и обворовыванием государства и самих солдат. Что армия становится школой жестокости, эгоизма, нечестности. И что, кавычках обучения в такой школе принесет горькие плоды для всего общества. Особенно в виде межнациональных конфликтов. Понимаете, этот узнал бы о нем раньше Путин, его бы на вес золота этого человека надо держать. Он уже все предсказал, это пророческий глаз. И что вся эта ситуация является разоблачением официальной коммунистической морали, основанной на воинствующем антихристианстве. То есть пять лет оставалось этой жестокой власти быть. Оригинал письма я отдал замполиту части. Разобравшись со мною, врачи Кренинской областной, может, какой-то психиатрической больницы сказали, «Все будет нормально, поедешь домой». И я был комиссован. Я никогда не скрывал этих фактов в своей биографии. В течение долгого времени, с 1989 по 2002 год, неоднократный пациент психбольницы исполнял в митрополии всякие поручения. Как то, готовил тексты архипастерских праздничных посланий и соборных речей, писал статьи для церковного календаря из журнала «Церковь», ввел переписку и тому подобное. Понятно, как считается, глупый человек, а чем занимался-то? То есть они еще глупее его были? А после рукоположения в войере в 1995 году принимал участие не только в соборах, но и в соседаниях Совета Митрополии. Почему же теперь у тех, кто является заказчиками, вдохновителями, авторами данного указа, ибо он, вне всякого сомнения, составлен и продиктован не митрополитом Олимпием, не нашлось другого объяснения моих поступков, кроме психической болезни? Я приведу некоторые слова из своего письма владыке Олимпием, написанного на Светлой Седмице 2003 года, по поводу намеченного тогда поставления отца Леонида воепископа. Кавычки открыты. «Я вижу гнев Божий на народ свой в том, что попущено будет избрание и возвышение пастырей, растолевающих виноград Христов. Тому, что попущено за наши грехи, нерадение, неверие, самообман, противиться этому я не могу и не буду. Сам исполнен грехов и беззаконий. Но и соглашаться с тем, что совесть не приемлет, тоже не хочу. Соблазн, превосходящий миром терпения, породит в церкви раздоры и мятежи. Но я не хотел бы принимать в чью-то сторону, и в особенности идти против вас, которого я по-христиански люблю и почитаю. Что могу сделать я, видя, что вы, яко узами железными, связаны людьми бесчестными и бессовестными, и у вас не хватает беспристрастия и крепости духа расторгнуть эти путы? Видно, еще не исполнилось до края чашек беззаконий и мера Божьего долготерпения, и я, по слову пророка, удаляюсь в клеть свою. С чем еще мог отец Леонид отреагировать на эти мои слова, кроме того, что объявить меня сумасшедшим или еще как-то иначе опорочить? С чем связано то все было? Мне почему это близко, как отец Андреев Кураев говорит, если бы Игнатий не обещал священников, к нему отношение было совершенно другое? Но, скажут мне, твои поступки могут так показаться безрассудными не только твоим врагам. Если ты так радеешь о нашей церкви, то зачем ты принял это тайное пострижение от единоверческого священноинока? После этого любой будет сомневаться в твоей приверженности старобрячеству. Ты внезапно покинул приход, потом, не принеся покаяния архипастрию, без всякого благословения вернулся в приход и служишь. Наконец, ты, как уклонившийся в раздор, был принят обратно в лоно старобряческой церкви, но не своим митрополитом, как подобало, а белокреницким митрополитом Леонтием, создав еще один повод для преткновения между митрополиями. И опять, не присоединился официально к митрополии Белокреницкой, не вернулся и в подчинение московской митрополии. Ты себя и всех запутал. И как понимать твое теперешнее положение? Вот точно так, как нам сейчас говорят. Понимаешь, как копия какая снятая. Наша главная Володя, они знают, он приезжал к ним, Валентина, сестра моя. При желании в Хормщи нетрудно найти правило для того, чтобы объявить о моем извержении священного сана. Это он пишет. Но обязательными основаниями для применения любых церковных правил являются, первое, Святое Христово Евангелие, второе, непорочное исповедание православной христианской веры, и третье, познание воли Божьей в данном конкретном случае. То есть все правильно говорит. Если же архиереи или даже собор любого уровня предпочтут руководствоваться не святым Евангелием, а какими-то другими соображениями, если они будут облегчены в уклонении от православия, и если станут искать не исполнение воли Божьей в обсуждаемом деле, а преследовать некие земные цели, то как они смогут принудить Всевышнего Бога утвердить то, что Ему не угодно? Об этом говорит Феофан Затворник. Если там архиерея священник говорит благословляю, а Бог говорит не благословляю, то что будет утверждено на небе? И какое значение будут иметь в глазах Господа, а значит и в глазах истинно рабов Божьих, любые их карательные санкции? Вот я заголовок. Так какой вопрос задали? Что старообрядцы, я сказал на занятиях в университете, они не принимают никакого обличения. Никакого. Совершенно. Как компартия. Так, для того, чтобы будущий Священный Собор нашей Церкви мог вынести по моему вопросу такое решение, которое было бы согласно с волей Божией и соответствовало бы Духу Святого Евангелия и учению правой веры, я прошу Собор прочитать мое исповедание. Пусть оно и будет объяснением моих поступков. Ради того я и решился на неподчинение архиерею, чтобы призвать всю нашу церковь к действительному и нелицемерному послушанию воли великого первосвященника Господа Иисуса Христа. Ты не считай Иисуса, а считай Иисуса с одной их. А, Господа Иисуса Христа. И что я особо хочу подчеркнуть, излагаемое ниже учение не изобретено мною. Вот так. И не заимствовано откуда-то из чуждых православий источников. В особенности же оно никак не связано с так называемым экуминизмом, который я вместе со всеми православными христианами отвергаю и анафематствую. Оно по своему смыслу следует за окружным посланием старообрядческих епископов 1862 года и лишь развивает его положение, высказывая их в более прямой и общей форме. Итак, Аз, недостойный священноинок Симеон, исповедуй Сице. То есть так. Старообрядческая церковь белокренинской иерархии, которой я принадлежу, а также древнеправославная церковь, так называемая у нас Беглопоповская или Новозыбковская, русская православная церковь Московская патриархата с православными патриархами Востока. Патриархиями. Патриархиями Востока Балкана Грузии, русской и зарубежной церковью и греческими старостильными синодами. Все это суть части одной и той же греко-восточной церкви. Абсолютно правильно. Абсолютно. Вот это единственное исповедание, которое можно основывать на Священном Писании. Хотя некоторые из этих частей разделены вековыми спорными вопросами, разницей отдельных обычаев, различным отношением к инославию, прежде всего к римокатоличеству, к идеям обновленческих реформ, но их объединяет общая догматика, общая иерархическая преемственность. Объединяет что? Общая догматика. Общая иерархическая преемственность. Общие исторические судьбы. Общий канонический и литургический строй. Общее византийское культурное слово. Эти церкви по отношению друг к другу, по местной общине. Это части, члены единого тела Христова. Ни одна из них не может объявлять себя телом Христовым во всей полноте. И, как таковая, приписывает себе непогрешимость и самодостаточность. Это мистическое единство, не умозрительное построение, не мечтательное переживание, а реальность надмерная, бесконечно большая, чем видимое разделение. Впрочем, оно проявляется из Рима при счастье святых и животворящих таинств. Молодец какой. Представь, у старобрядцев. Я считаю, у них один человек за сто лет такой рождается. До него был епископ Михаил Семенов, канадский. Я, однако, не включаю сюда самозванческие, самосвятские общины, хотя по неким земным расчетам или по недоразумению. И они иногда принимаются в общение некоторыми знакомыми, имеющими апостольское преемство и иерархиями. Пример. Принятие в общение украинских самосвятов Константинопольской Патриархии. Пример не менее печальный. Принятие старобрядческим епископом Силуяном Новосибирским в общение изуверной лже-православной секты 95-97 года. Когда же иерархи, законопоставленные и называющие себя православными, учат о возможности спасения вне исповедания Господа Иисуса Христа. Иисуса Христа как единородного Сына Божия, единого от Святой Единосущной Тройцы. Они тоже тем самым отпадают от единства Вселенской Христовой Церкви и не могут рассматриваться как ее члены. Я верую и утверждаю, что священники и миряне всех указанных здесь церквей на своих литургиях причащаются от единого тела Христова и пьют от единой чаши его спасительной крови. Меня тогда спросил, вот он говорит, олимпий-то, тут впереди было говорено, и спрашивает меня, а вы как считаете, у патриархии там таинство, тело Христово? Я говорю, конечно. Они сразу встали, да хочу тогда с ним разговаривать, совершенно признает ее. И благодатные дары, при этом подаваемые, одни и те же. И чудотворные, целительные для души и тела, воздействия таинств одно и то же. Опыт тысяч священников, наблюдавших это, описанный множество раз в древних и в новых книгах, одинаков, независимо от того, по какому обряду и в каком из восточно-православных обществ они служат. Это говорят вообще слова, даже не скажешь какие, богохульные, посчитают старобрядцы. Как это у Никоньяна вдруг таинство? Отрицать это и утверждать, что у нас во святых таинствах действует Дух Божий, а у них Дух Лукавый может только или не знающий, или не добросовестный человек. Церковь есть не просто человеческое единство, но богочеловеческое, скрепленное честной кровью в очеловечившегося и пострадавшего за наше спасение Бога Слова. Да, между нами, причастниками этой честной крови, произошли некоторые разделения крови по нашей человеческой ограниченности и страстности. Но, как в распятии Господа Иисуса, при всех бесконечных мучениях в Его причистой плоти, Божество Его пребывало неотделимым от человеческого естества и в то же время непричастным к страданию, так и ныне в распрях церковных богочеловеческое единство не может быть разрушено людской злобою. Потому и явно, что и в раздельных частях православной церкви одно и то же тело Христово пребывает и на Божественной Литургии, видимо, во святых дарах является и в бессмертную пищу человекам подается по их вере, где оно, по их вере, воплотившегося Сына Божия. Так какая же разница, спросит меня, между исповедниками правых учений и теми, которые в чем-то погрешают против веры. Разница огромная, ибо правое учение исходит от премудрости Божией, а всякая ложь от дьявола. Но, как показывают и история, и современность, и истинное православие, свободное от всяческих заблуждений, не гарантируется принадлежностью к некой избранной общине, оно в сознательном и деятельном исповедании полноты евангельского, апостольского и святоотеческого учения. Ибо ерести с самого начала от апостольских времен и до ныне чаще возникали не в чужой среде, а в самой православной церкви. И Арий никогда был священником этой церкви, а Македоний, Нисторий и Диаскор занимали в ней даже патриаршие престолы. И даже если бы они не были обличены и анафимаствованы судом вселенских соборов и продолжали числиться в православном клире, суд Божий все равно непременно обличил бы их отступничество и отверг от части спасаемых. И только в большее осуждение послужит им то, что они, имея в божественном предании православной церкви пристатекущий источник живой воды, пили из источников чуждых и отравленных. И напротив, святому Кирилу Иероса Лимскому и святому Милетию Антиохийскому не повредило то, что они рукоположны были от ариан, ибо сами они всеми силами, терпя многие труды и скорби, подвязались к проповедании истины и восстановлении нарушенного еретиками церковного единства. И святой Ипполит не был отвержен Богом и Вселенской Церковью из-за того, что вынужден был отделиться от правившего тогда римского папы, ибо и он искал не разделение, не своеволие, а единство в истине. Очень важно, что эта евангельская истина Христова необходимо включает в себя стремление к афолическому единству христиан. Именно об этом молился Отцу Своему Господь наш Иисус Христос перед тем, как идти на страдания за человеческие роды. «Отче святый, соблюди их в имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Иоанна 17, 11. Молитва о вселенском единстве, о воссоединении всех разделенных должна постоянно жить в нашем сознании и в наших делах. Когда же она остается чистой формальностью? Когда мы лишь механически повторяем ее на екатиньях, а делами противимся ее исполнению. Мы лжем Богу и, можно сказать, в суе пытаемся бороться с его волей, с самим предназначением церкви. Мы, панике цареградскому, символу веры, исповедуем церковь соборную. Соборная – это славянский перевод греческого слова кафолики. Именно оно и стоит в греческом тексте символы веры, которое буквально означает «всецелое», «всеобщее». И никогда при любых внутренних разделениях, при самых неблагоприятных внешних обстоятельствах, нельзя забывать, что церковь не только в России. Она не только русская, но вселенская, всемирная. Если же мы пытаемся убедить себя, что якобы некоторыми Божьими судьбами церковь может умолиться до малой части одного единственного народа из тысяч племен земли, то мы унижаем самого Христа, агнца Божия, землющего грехи всего мира. Крестную смерть Его, кровь Его животворную, пролитую за все человечество. Мы унижаем посланничество учеников Христовых, которых Дух Святой научил говорить языками множество народов именно для того, чтобы привести к истинному богопознанию все концы земли. И церковная жизнь этих народов в силу различия их условий жизни, душевных и телесных качеств, как прежде не могла, так и ныне не может существовать в совершенно одинаковых формах. Неизбежна разница и утверждать, что служение Богу по такому-то существующему в некоем отдельном народе обряду угодно Богу, а по другим не угодно, есть не что иное, как гордое невежество. Невежество. Этим слепые люди вместо Бога возвеличивают сами себя. Вне себя, обладателями неких особенных преимуществ, они видят промысла Божия, который действует во всех племенах и народах, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. 1 Тимофей 2.4 Необходимо также добавить, что в священном предании Вселенской Церкви, включающем в себя и текст Писаний, и его принятое истолкование, истоборное догматическое определение, и труды святых отцов, которые являются источником нашей веры, не находятся ни прямых, ни косвенных свидетельств о именно таком национальном сужении границ Церкви. В первую очередь важно обратиться к эсхатологическим трудам, то есть к тем, которые уточняют Святой Кирилл Иерусалимский. Слово огласительное. Блажен Августин о единстве Церкви. 2, 6, 10, 12. Об этом же Августин пишет во многих своих посланиях номера 43, 52, 53, 76, 142 и другие. Церковные предания относительно последних судеб мира. Их пророчества довольно подробны. Но нигде мы не прочтем, что в последние времена хранение истинного благочестия будет поручено небольшой части такого-то отдельного народа, и что обличать истинных христиан от всех остальных надо будет преимущественно по некоторым внешним обрядовым признакам. Мы на это даже намека не найдем, если не прибегать, конечно, вслед за беспоповцами грубым подделком вроде седмитолкового апокалипсиса или тех сочинений, которые опровергались в окружном послании 1862 года. «Все ясно, скажут мне. Короче говоря, ты считаешь, что старообрячество неправо. Значит, ты с некананами заодно. Мы уже давно это поняли. Совершенно неправильно поняли. Вы все наоборот». Это он отвечает, кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Это люди-то слушают, они вообще не поймут, кто еще говорит. Мы уже давно это поняли. А он отвечает, совершенно неправильно поняли. Все наоборот, как вы говорите. Вселенское православное единство возможно только при естественном развитии поместных национальных форм благочестия. Как отдельные люди, так и народы имеют каждое свое дарование от Бога, разные виды христианского доброделания бывают развиты у них не в одинаковой степени. Греки принесли в дар церкви тонкую искушенность своей богословской мысли и поэтический дар. Римляне с самых первых веков наиболее сильно проявили себя в христианском социальном служении. Египетские отцы явились учителями всего христианского мира в отсечении душевных страстей. И греховных навыков, кропотливом созидании в себе нового человека. Сирийцы в чистом молитвенном созерцании неизреченного. Русские, по мнению некоторых мыслителей, Трубецкой, Аверинцев, более других народов, свойственно сильное чувство красоты церковной, выраженное в синтезе архитектуры храмов, иконописий и богослужебного чина. Конечно, евангельские заповеди одни и те же для всех народов, и люди всех стран спасаются правой верой и делами любви. Это общее. Это общее. Ну, теряя стоит-то. Это общее. Никак знаки припинания не припинут. Я говорю о специфических национальных чертах, каждый из которых может послужить вкладом отдельных народов и поместных церквей во всемирную сокровищницу христианского духовного опыта. Так и происходило и издревле. Мы с благоговением внимаем богословскому учению великих греческих отцов. Учимся на превосходящих естество, человеческое подвигах сирийских и египетских аскетов. И никто из русских православных людей не дрезнет сказать, что мы могли бы обойтись и сами без них. Иконописанию мы тоже научились у Византии. Много известно поразительных по силе духа икон византийских, югославянских и иных. Но вот что удивительно, и Восток, и Запад именно старую русскую икону знают, любят и ценят больше других. Это лишь частный пример для подтверждения той мысли, что каждая поместная... Что это, три точки. Апокрифические сочинения, ложно приписанные кому-то из святых отцов, в большом количестве появились в 18-е начале 19-го века. Видимо, я тут пропустил счастье, о чем он говорит. Точки стоят. Их авторов можно понять. Они осознали, что ни священное писание, ни творение святых отцов не содержат достаточных доказательств для обоснования того, что какое-то из старообрядческих согласий есть Вселенская Церковь последних времен. Обладая более живым и глубоким религиозным чувством, чем теперешние старообрядцы, они без такого подтверждения не могли с уверенностью поназывать свое упование безусловно и исключительно православным. Вот и найден был выход. Недостающие доказательства просто выдумать. Церковь должна хранить и развивать свои дарования, не как свои, но как данные от Бога. И в свободе Божия духа идти своим естественным путем ко Христову Царствию. И весьма вредно одной поместной церкви, одной христианской культуре считать себя самодостаточной и возноситься над другими церквами и культурами. И вовсе грешно и губительно пытаться внешним влиянием сломать это естественно и свободно растущее под лучами Божьей благодати дерева, чтобы заменить его другим. Неизбежны будут большие потери болезней, веками не заживающие раны. Вот такой попыткой, очень сомнительной по замыслу, порочной по нравственному содержанию и преступной посредством явилась Никона Алексеевская реформа. И вся основанная на ней последующая официальная церковная политика не залечивает, а лишь растравляет нанесенные ее раны. Это касается не только отношений официальной церкви со староверами, это большая внутренняя проблема с самой официальной церкви. И влияние этой болезни распространяется далеко за пределы обрядово-канонической сферы. Хотя об этом немало написано, но в наше время стоит говорить о многом заново. Это предметы отдельной работы. А сейчас я могу лишь выразить свое решительное убеждение, что непростое поглощение староверия новообрядческой церковью, ни какая-то уния, вроде уже бывших в истории, не полезны для общего нашего блага, для исцеления от раны, раскола обеих частей прежде единой русской церкви, и старобрядческой, и, в кавычках, никоньянской. Предстоятели и идеологи церкви новообрядческой, как и прежде, считая ее господствующей, по сути, государственной, и потому уже вдвойне непогрешимой, к сожалению, до сих пор не пытаются критически рассмотреть ее путь за минувшие три с половиной века. Официально выражены не в декларациях ОВЦС, а в каноническом праве, под уход ее к проблеме раскола не изменился до революционной поры. Но и наши старобрядческие подходы подчинены только одной цели – отгородиться от никоньян любой ценой, вплоть до неправды и хулы. Они таковые, как будто это нас, ныне живущих старобрядцев, только что сняли с дыбы или вытащили из костра. И мы, кроме этих дыбов и костра, ничего перед собой не видим и не понимаем. Это тоже болезненный признак, говорящий теперь уже о нашей духовной слабости. 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 Вот первое слабое, и дальше как будто не говорил ничего. Все время заедает, и все. На основании духовного опыта множества людей, в том числе и старобрядцев, достойных доверия по своему благочестию и добродетельной жизни, среди которых были и священники, и епископы, можно решительно утверждать, что благодать Божия не покинула тех, кто после раскола остался в церкви Никоновской. Это не оправдывает запятнанных кровью церковных прогрессистов-революционеров, как с 17, 18 и 20 века, не извиняя тех, кто был повинен во внесении в учения и жизнь церкви, чуждых православий новшеств, но это настоятельно убеждает нас в том, чтобы искать и искать пути к воссоединению. Нас, разделяющихся друг с другом, порой жестоко, несправедливо порицающих и даже проклинающих друг друга, благодать не оставила. Почему? Потому что мы, несмотря ни на что, едино у Христа. И Божья воля такова, чтобы мы, те и другие, с верой и самоотвержением, потрудились еще здесь, на земле, восстановить наше единство. Не так, как это кому-то выгодно или удобно, по земным меркам, а так, как это угодно Духу Святому. Ищущим ее еще будет открыто. Как именно? Но это, безусловно, должно произойти. А до тех пор Старообрядческая Церковь будет самостоятельно жить и развиваться на основе подлинно святоотеческого, подлинно древнеправославного и кафолического предания веры и благочестия, и вносить в свой естественный, соразмерный и в теоретической возможности очень даже немалый и ценный вклад в богочеловеческое дело мирского спасения. Но многие подходы, ставшие для нас привычными в годы гонений и вынужденного замыкания, следует пересмотреть. Иначе мы просто не исполним данные нам от Бога знания, задания. И как лукавые и ленивые, да еще и в суй возгордившиеся рабы, будем правильно наказаны. Раз они ему могут простить такое? Мы, старообрядцы, наказаны, да это вот Бог даже не посмеет сделать. Итак, старообрячество есть не единственный, сохранившийся после всяческих отпадений и остаток Вселенской Церкви, а органическая часть живого тела этой Церкви. Это не попытка подвести старообрячество к капитуляции, а напротив, обоснование новой наступательной стратегии. Во-первых, этот тезис помогает нам осознать свою духовную ответственность за многие миллионы совсем не чужих для нас людей. Во-вторых, он позволяет правильно определить как главные, так и ближайшие цели и средства их достижения, и несупрямый, возведенный в принцип пассивностью, уступать позиции перед лицом религиозного равнодушия, а также воинствующего оккультизма и сектанства. А вновь и вновь исполняя повеления нашего Божественного Учителя, обещавшего пребывать с нами до окончания века. Идти и учить все народы. Матфея 28, 18. Начиная с народа собственного русского. Наше дело не бегство в тайгу, или, скажем, за ограду Рогожского кладбища, а борьба за спасение мира, за грехи, которых был заклан Агнец Божий, наш Спаситель и Первосвященник. Несомненно, благосостояние святых Божьих церквей и совокупление всех есть дар, чаемый нами от подателя всех благ. Если церковь извечно молится об этом приказном богослужении, то значит, она верит, что получит просимое. Ибо молитва без веры только оскорбила бы Бога, значит, членам церкви, естественно, и делом стремиться к достижению этого единства по псаломскому слову «взыщи мир и пожени и», то есть стремиться к нему, Псалом 33. Ставшая же для нас привычная мысль о фатальном и всячески неотвратимом вероотступничестве всех вокруг не только парализует нас во внешней деятельности, но еще и не дает бороться с проявлениями духа «отступления в нас же самих». Если эта мысль укоренилась в нашем сознании, это свидетельствует о нашем собственном маловерии. Важно еще заметить, что если принять изложенную точку зрения, то снимаются сами собой очень тяжелые вопросы, на которые старообрядческие авторы до сих пор не дали убедительного богословского ответа. Например, как с богословской точки зрения объяснить, что Вселенская Церковь, коль скоро Церковь Старообрядческая считает себя таковой, на 180 лет во всемирном масштабе лишилась епископства, чего ни на один день не оставались лишены даже отпадшие от православия общества нестариан и монофизитов. Если Старообрядческая Церковь есть вся в совокупности Церковь кафолическая, по определению, только одна в мире, обладающая полнотой благодатных дарований, то как же она утеряла самый естественный и необходимый дар, дар воспроизводства священства, и обходилась исключительно тем, что, так сказать, брало его взаймы у Церкви Новообрядческой? Да, если говорить о сегодняшнем дне, многие благодатные дарования вовсе незаметны в нашей Церкви. Мы говорим о себе, что мы, одни мы, та вера, которую исповедовали апостолы. Тогда где же в нас хоть малое и малейшее проявление духа апостольского? Мы исповедуем именно ту веру, что и великие вселенские учители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Не правда ли? Где, скажите мне, в сегодняшнем нашем стабрячестве их дух, их дела? Не относятся ли и к нам слова Спасителя Христа, сказанные иудейским законникам? Если бы вы были чадо Авраама, то и дела Авраама вы творили бы. Иоанна 8,39. А прежде того, еще Иоанн Креститель говорит, может, Бог из камней сих воздвигну детей Аврааму. Уже из секира при корне дерева лежит. Высякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Матфея 3,9,10. У нашей церкви есть святое, Богом определенное предназначение, имеющее всемирно-историческую важность. И обязательно найдутся люди, которые будут его исполнять. Но если это общество людей, если та, скажем так, организация, которая называется Русской Старообрядческой Церковью, впрочем, все это можно сказать и о Древнеправославной Церкви, Новозыпковской, не захочет делать порученное ей дело, то эта организация, это общество, может быть, как бесплодное дерево, отринута, срублена и брошена в огонь Божьим гневом. Бог воздвигнет угодных ему делателей из камней сих, из людей, которых соберет откуда ему угодно. Мы нуждаемся в новых основательных трудах по этой важнейшей для нас теме. Характерно, что старые работы старообрядческих апологетов, такие как Церковь Христова временно без епископа, Усова, Ивана, может, или кто-то, впоследствии митрополита Иннокентий, разбор ответов на 105 вопросов, составленный в виде вопроса-ответов по материалам полемических беседы. Но умение привести подходящую цитату из святых отцов к какую-то церковно-историческую аналогию, хоть и может доставить победу, в частном споре, но для цельного богословского осмысления проблемы совершенно недостаточно. Я выскажу свое понимание предельно кратко. Поскольку Церковь, как уже было сказано, после раскола в годы гонений оставалась все-таки одна, то старообрядцы имели епископов всегда. Это были те епископы, рукоположенные, которыми священники, переходя к старообрядцам, служили у них. Да, эти епископы подчас были гонителями тех своих овец, которые оставались при старых обрядах, а овцы, в свою очередь, гнушались этими архипастерами, как еретиками. Состояние ужасное, противоестественное, но если взять сравнение из мирской жизни, состояние гражданской войны еще не означает распада государства. Так и здесь. Церковь есть примирное царство во главе с бессмертным царем Богочеловеком Иисусом Христом. И человеческим лишь разделением оно не могло быть разрушено. Нежелание понять и исполнить то, что хочет от нашей церкви, губительно для нас. И не только в конечном счете, а уже теперь. Однако, увы, пока весь наше иерархическое начальство озабочено хлопотами о том, кто будет править в ней, А как церковный корабль будет дальше плыть по Мирскому морю, оно предпочитает не задумываться. А что там думать, как до сих пор плыл, так и дальше поплывет? Если стоящий у кормила церковного не желает видеть, что их корабль несется на скалы или понимает, но не умеет поправить положение, а сказать бояться, парализованный стыдом и страхом, то совсем необязательно всем плывущим на корабле сложить руки и ждать смерти. Кто понимает смысл происходящего, правильно сделает, если что есть силы, закричит о грозящей опасности. Найдутся, конечно, такие, что скажут, замолчи, паникер, несчастный, есть капитан, ему виднее. Другие уточнят, да что вы слушаете этот бред, он сумасшедший, разве не видно, его связать надо. Нет, не замолчу и связать себя не дам. Я буду спасаться, уцепившись за какую-нибудь доску, но ведь это же не дает почти никаких шансов на спасение. Вот точно так, вот я делаю, что я говорю, ну православие, вы там делаете, там все сгнило, там нет за что ухватиться. Вот он как говорит, это мне как будто бы мои мысли перешли к нему. Как это время? Почти никаких, но у Бога все возможно. Час 14. Иначе на этих шансах еще меньше. Нанеслись на скалы, зажмули в глаза, это уже самоубийство, грех, включающий в себя и неверие, и отчаяние. Да. Если человек, выбравший спасение на доске, все-таки уцелеет, никто не назовет его предателем своих погибших, товарищей по плаванию, его никто не отсудит. Если же выплатить ему не удастся, Бог примет его душу. Тут 50 страниц. Он еще придется досчитать, это одно, рвать никак нельзя, это послание его. Важнейшее послание, досчитай, пожалуйста. Итак. Его никто не осудит. Если же выплатить ему не удастся, Бог примет его душу. Итак, я делаю то, что могу в данных обстоятельствах и для собственной души, и для старобрядческой церкви, которую люблю, и которую я никогда не изменял и не изменю и для вселенской церкви, церкви апостола, мученика, великих великимских учителей, сокровища спасительной истины и духовных даров, наследницы царствия Христова, которой я исповедую в символе веры и член, в которой я уповаю быть в нынешнем веке и в будущем, и я верю, что если не теперь, то когда-либо, когда угодно будет Богу, и простые православные христиане, священники, епископы и целые соборы подтвердят, излагаем здесь учение, как кафолическое православное, согласное с Духом Божиим. А тот указ, который послужил поводом для этого письма, само себе говорит, что он является лишь маленьким эпизодом всеминутной политики. Его посоставители, как видно из самого текста, не прекрасно понимают, что в этом случае не имеют права сказать так, как могли бы говорить апостолы. Изволите Святому Духу и нам, Деяние 15.28, и уместно вспомнить из тех же деяний апостольских слова апостола Петра Иана, судите, справедливо ли перед Богом «Слушать вас более, нежели Бога». Деяние 4.19 «Каждый, хоть немного, знавший покойного владыку, с уверенностью скажет, что указ написан не им и даже не с его словом. Автором его, по всей видимости, является рябцем. Продолжит работу над своим письмом «Мне пришлось скорбный день погребения нашего первосвятителя». Вот из-за владыку Олимпием закрылись смертные двери. Его душа видит то, что его еще не видела, и божественные тайны открываются еще более полно, чем она могла познавать их, живя в бренном теле. И сама земная жизнь и дела церковные видятся оттуда уже совсем иначе, чем отсюда, где человек обычно смотрит сквозь призму немощи и страстей. Скажи, дорогой владыка, каково тебе себе смотреть сейчас на наш общий дом, на церковь Христову в твою? Дай нам совет, как теперь возвращать упущенное, восстанавливать разрушенность, сживать великие соблазны, как учиться нам заново любить Бога и друга, искать не земной корысти, а царствие Божие, правда его». А ты понимаешь, каким настроем он это писал? Ты сейчас дуришь. Думаю, ну так считай, чтобы меня выгнали с работы. Ты что делаешь, ходишь, это всегда, это послание первый раз слышишь, больше не услышишь. И то есть войти в его роль ты не хочешь, ты не видишь, какое положение в церкви. Ты юридствовать начинаешь. Это уже все понятно, он написал первые абзацы. Ну понятно, это понятно. Ты понимаешь, человек поплатился саном, психиатрия отбыл. Это я понимаю, чтобы поплатился саном. Ну понимаешь, так ты взял, чтобы другие это поняли, чтобы такие подвижники были, которые подхватили это, стали делать тоже. Это я тоже понимаю. Ну так ты считай нормально. У меня тоже еще работа одна есть. Это твоя работа, неужели сравниваешь с этим? Ты что, совсем не нормально? Ну мне с ней тоже платят, я должен отрабатывать ее, а не просто как-то, понимаете? Владимир, сейчас-то, что он тебе значит? Тут отсчитать-то меньше полчаса осталось. Очень много значит. Вот ты больной, это как раз и есть, тебе психиатрию надо. Так, где мы там? Так, всем сердцем хотелось видеть сегодня у твоего гроба, твоих собратьев. Гроба, может быть, гроба. Гробишь это отец просто. И сослужители, предстоятели братской заграничной церкви, которые два месяца назад поглянули Россию с чувством горечи, досады, оскорбленного архипастерского достоинства. Если бы теперь, хотя и поздно, произошло искреннее примирение, то и твоя душа, несомненно, возрадовалась бы, и наша скора была бы отчасти утешена. Но и тебя, и нас лишили этой отрады, и она была бы дороже, чем все пения и чтения, которые совершалось бы над твоим телом в эти дни. Неужели и грядущий собор не заботится о действительном восстановлении братского согласия и мира, а лишь усугубит раздор? Представь себе, вот впереди, что ты считал, это он говорит к умершему архиерею, к его душе. Как это можно говорить, вот так вот оторабанить, чтобы только мне на работу найти? Но работа негосударственная. На дому у человека сидишь всю зиму. Ну, не государственная. Все, дальше считай спокойно. Считай. Все последние годы в наших соборах ярко и многократно проявлялось отсутствие доброй воли к миру. Единомысливость в Белокреницкой митрополии не было ни в чем заметно духа братской любви, не было даже попытки понять другую сторону. Господствовала некая великодержавная высокомерие. Неприкрытые грубо нагнетались страсти. Любой... Это понимаешь, это у патриархии есть. И которые нападают на нас, они прямо входят в то, что он говорит. Они превосходят себя, над старобрясами величаются. Телефон звонит. Или звонит. Говори. Говори. Доброе. Ты позвони. Через полчаса позвони. Тут запись идет. Хорошо. Давай дальше. Так, любое выражение из писем заграничных иерархов истолковалось во враждебном смысле. Все эти приемы и повадки были столь далеки от Духа Христова, что я опасаюсь, не покинули в эти моменты всеосвящающие благодать Святого Духа некоторых деятелей наших освященных соборов. Вот я так думаю о тебе сейчас. А ведь есть очень простые вещи, понятные самому обычному мирянину. Человек высокомерный и скандальный по отношению к соседям не может быть наставником добропорядочного поведения для собственных детей, даже если он считает, что в сварах и тяжбах защищают интересы своей семьи. Подать малым сим пример враждотворства это значит вести их о многие грехи и беды, напротив, способность смириться и уступить ради того, чтобы сохранить братскую любовь и избежать соблазна признак учеников Христовых. Об этом Слово Божие говорит нам. Возьмите иги мои на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это говорит старообрядцам, они нуждаются в этом. Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же самое, что я сделал вам. Иоанна 13, 14, 15. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13, 35. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Риминам 14, 13, 19. Ничего не делайте по любопрению, и либо тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Филиппийцам 2, 3. К великому сожалению, по отношению к братской церкви мы поступали все это время отнюдь не в соответствии с этими господними апостольскими словами. Дивно ли, что в внутренней церковной жизни они не исполняются, а господствуют настроение прямо противоположное. Ох как! Это относится ко всем, и особенно к патриархии, к католикам, к баптистам, ко всем относится. Это пророческий глаз прозвучал над Россией. Дух гордости, зависти, вражды, беспредельного корыстолюбия и других грубых и низких пагубных страстей прочно утвердился среди тех, которые пытаются вершить ныне судьбы церковной у нас в Москве. Они настолько не живут Христом, Его словом, Его заповедем, что возникает вопрос, веруют ли они в Него вообще? Вообще! Начиная от патриарха до самого низу, от митрополита до низу, во всем везде, от любого сектанта до низу. Это слова-то, не считай, какие он говорит. Дух гордости, зависти, вражды, беспредельного корыстолюбия и других грубых и низких пагубных страстей прочно утвердился среди тех, которые пытаются вершить ныне судьбы церковные у нас в Москве, не в Риме. Что-то не можешь понять, что-то слово-то прожигающее. Это за сто лет первый раз человек заговорил. Так, где-то что-то. Настолько не живут Христом, Его словом, Его заповедем. Так, помнят ли вообще они о нем? Или, может быть, глядя на икону Христа, они молятся кому-то совершенно другому? Неужели, по их мнению, воля Божия в том и состоит, чтобы некая династия могла беспрепятственно, не считаясь ни с какими законами, удовлетворять за церковный счет любые свои прихоти и при этом уже до конца развращаться, теряя христианский нравственный облик? Это сегодня вот эти все, которые миссионерские отделы делают, томские и другие, это развратники главные, они душу умерщвляют, они не видят, что среди кладбища, среди скотомогильника находятся. И вот заговорил человек, откуда совершенно не ожидали старобрядцы. Это безмолвная зона, зона молчания, сто лет. И вдруг прорвался один голос, они бросили, сами его задушили сразу. Еще хуже то, что их вера, я оставлю кавычки, потому что эта вера не в евангельском смысле, их мораль, в кавычках, прививается молодому священству и мирянам становятся общепринятыми, как бы естественными. Все эти Осипов, все это насаждают, вот эти, которые выступают священники-то. Смирновы особенно, вот эти вот убийцы, которые благословляют танки везде, в стране и за рубеж. Ну в чем же тогда, полагаем мы, содержание и цель христианской жизни? Для чего мы тогда называем себя чадами церкви Христа? Если все Евангелие, это как бы не про нас. Если наши нравы и повадки очень низки, даже по мирским меркам, мы надеемся, что покаемся перед смертью, а после смерти нас отмолят. Но живя всю жизнь непонятной совести, пребывая в фарисейском самодовольстве, мы перед смертью не способны окажемся понять глубину своего падения и весь ужас нашей измены Христу. Понимаешь, эти слова нельзя считать. Кому в горло подкатываете? Господи, наконец-то ты восставил человека, который сказал это. Да, я понимаю. Все остальное не имеет смысла. Твоя жизнь и моя на копейки не стоят по сравнению с тем, что он говорит. Тут миллионы стоят за этим. И те, кто останется после нашей кончины в таком же страшном обольщении, не смогут нам ничем помочь, ибо дух Божий в таких людях не пребывает. Ужас, ужас какой. И на страшном суде нам придется услышать одно. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делатели неправда. А он знал, на что идет. Что ему не выйти оттуда живым. Это исповедник, это трибуна, трибуна нашего времени. Точнее же сказать, церкви матери, если говорить о восстановленной в 19 веке и ныне действующей у нас и иерархии, а не вспоминать дораскольные обстоятельства, которых теперь нет. Именно это пытается делать автор письма, к сожалению, тяжело больной и подавленный владыка. И на нем поставил свою подпись, которая в начале октября рассылалась священникам и содержала себе клевету и на Белокреническую метрополию, и на епископа Андриана. Между прочим, в нем пишется... Еще интересно, его смерть непонятна. Адриан, который первый заговорил, прошло немного времени, он умер сразу. Молодой еще был. Между прочим, в нем пишется, что Московская кафедра по чести стоит непосредственно после Иерусалимской. Если в 17 веке это была реальность, отражающая положение России как ведущей державы православного мира, то в 21 веке вместо старобрядческой метрополии и в России более чем скромно, а в православном мире и подавно. И вот ссылается нас старобрядцев гнали и везде на одно и то же. Он говорит, никто вас сейчас не гонит, почему вы такие остались-то? Ни одного миссионера за 300 лет нету. А у патриархии-то нас тоже гнала советская власть и никого не крестит. Общение с Иерусалимской патриархии она не имеет, чтобы претендовать на место рядом с нею в какой-то табеле о рангах. И основана эта нынешняя старобрядческая кафедра не в 10-м и даже не в 17-м веке, а лишь в 19-м. Через рукоположение московской архиепископа митрополита Белокреницкого. А до этого событий ее просто не существовало. Так что притязание на права московской патриархии 17-го века в этом манифесте, кавычка, выглядит столь же комично, как новый титул, присвоенный новозыпковским архиепископам. Куда присвоен? Ну у них патриархом провозносили сейчас. Патриархом. То, что нравственное состояние нашей церкви представляет собой теперь очень грустную картину. То, что задают тон в ней люди, не боящиеся Бога, от Бога же и попущено для нашего вразумления. Для того, чтобы мы увидели на плодах своих собственных, своих дел достойно наказания, за уход от истинного Христова пути. О, Господи, помирайся. Начало этого уклона в нашем сознании есть несколько установок, которые для него характерны. Первое. Многие из нас имеют такое понятие, что человек спасается следованием некоему истинному закону, уставу или обряду. Наши старобрядцы нередко говорят, что русские святые спасались по старым книгам. Святые всех времен и народа спасались не по книгам, и тем более не по уставам и обрядам, а благодатью Христовой, которая по силе их веры и божественной любви вселилась в их сердце и соделала их причастниками обожение. Что спасение именно так дается людям, учат все послания святого апостола Павла и все прочие предания церковные. И если вся жизнь христианина не является подвигом стяжания этой благодати, то никакой закон уставы и обряд не соделают человека чадом Божиим и наследником царствия Его. Это необходимо еще и еще раз напоминать в соборных постановлениях, в архипастерских окружных посланиях, в проповедях священниках, иначе будет оставаться соблазн уклона в лицемерное фарисейское законничество и в беспоповщину. Представьте, он один дома и все это пишет, как он книги эти находил, я просто представляю это. Многие из вас, к сожалению, действительно, как и нас, и обвиняют новобрядцы, не видят различия между догматом веры и обрядом, который призван этот догмат символически выражать. Это мне приходится говорить по многолетнему опыту общения с нашим священством, в том числе с теми, что слывут грамотными. Доброе дело хранить древние обряды от предания. Но само по себе предание обряда само не означает, что и догмат, выражаемый им, мы столь же тщательно сохраняем. Происходит подмена. Сосредоточенный на внешнем обряде мы не заботимся о четкости своего богословского сознания. Обрядовая уставная строгость сочетается у нас порой с диким догматическим невежеством, с представлениями фактически чуждыми православной вере. Поэтому нам дано непрестанно обращаться к духу, к делам и к учению великих святых, сохранивших и передавших нам драгоценное богатство православного богословия. Если мы с ними одно, если и в нас, и в них живет один тот же Христос, то естественно нам желать и молиться о том, чтобы в наших сердцах, мыслях и делах действовал тот же дух, который укреплял и наставлял их в церковном делании. очень ярко говорится об этом в словах преподобного Семена Нового Богослова, вошедших во второй том его творении. В переводе епископа Феофана. Третье. Древняя церковь горела огнем ревности об апостольской проповеди, но теперь мы считаем это как бы излишним. И понятно от чего? От внутренней пустоты. Когда любовь Божия переполняет сердце человека, он не может не желать того, чтобы поделиться и делиться другими людьми. Ты видишь, мы как будто это не он как будто я говорю, почему для меня это огненное послание. Но если живую любовь Божия пытается заменить формальным исполнением тех или иных устаных требований, которые полагаются как бы достаточными для спасения, чем тут делиться? Разве только что умением доносить пальцы до плеч и правильно держать листовку. Потому что в старообрячестве особо ценится, что человек коренной, это значит он с детства приучен к уставной и обрядовой истовости, к долгому молению и так далее. Пришло это человека пока еще приучишь, а с таким каким сердцем стоит этот свой коренной на долгом том молении, что у него в голове никого не волнует, была бы внешняя сторона соблюдена. Абсолютно правильно. Вот такой привычный для нас подход. Чужд Евангелию и должен быть изжит, если мы поистине ученики Христа. Четвертое. Поскольку старообрячество в течение трех с половиной веков существует как чисто русское церковно-историческое явление, то нам, понятное дело, свойственна некая особая гордость как русским, да еще и более того, истинно русским по вере и традициям. Но мы русские не первыми и не последними услышали евангельскую проповедь. Ни одних нас пришел спасти Христос, ни о нас одних промышляет. И все-таки справедливости ради надо сказать, что ни один из народов земли не отрекся от Христа за столь короткое время в таком массовом порядке и не обрушил такую страшную силу ненависти на свои собственные святыни как русский народ. И выходцы из старобрядческих семей участвовали в страшных делах богоборческого режима, так же, как и остальные наши соотечественники. А потеряла в годы этого режима наша церковь, да и все другие согласия староверов относительно больше, чем церковь новообрядческая. И не потому, что ее гнали с особой лютостью, а потому, что меньше у нее было внутренних сил для сопротивления. Потому, что держалась она больше обычаем, чем любовью к Богу. А когда разрушена была среда, содержавшая этот обычай, то пала и вера. И во многих краях она просто исчезла. А где не исчезла, там духовный уровень ее, как правило, очень невысок. Так что хвалиться нам, как истинным русакам, как хранителям чего-то там такого древнего совершенно нещим. И меньше нам надо вообще о себе говорить и думать, как о человеках. Послушаем еще Павла. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться о вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. Галатам 6, 12, 15. Сказанное здесь об обрезании как ритуальном признаке еврейства годится по отношению ко всякой национальной и культурной и конфессиональной особливости. Или особливости. хотя она и существует, но для причастия, благодати, спасения она ничего не значит, а имеет значение лишь подлинное обновление, преображение человека по образу нового Адама Христа. И говоря о кресте Христове, апостол имеет в виду конечно не такой, не какой-то вещественный образ Христа, а саму крестную смерть, которую Господь искупил нас от греха и смерти и даровал спасение и жизнь вечную. У них вообще устаробряться по рождению свыше понятия нет. Это не может написать человек, который не рожден свыше. Крестный жертвой Агнец Божий умертвил грехи всего мира и даровал жизнь вечную всему человечеству. И если мы не захотим намеренно уклонять свои очи от дел Божиих, то мы увидим глубину богатства и премудрости и разума Божия. Увидим коль недостижимы, непостижимы судьбы его и неследимы пути его римлянам 11.33 во всех племенах земных. И нельзя все проявления их духовной жизни, их пути ко Христу мерить нашим русским аршинам. Похоже это на наше или не очень. Итак, нам дано осознать себя частью всемирного спасительного промышления Божия и возлюбить путь ко спасению и прочих народов и участвовать в нем, как Бог повелит. Тогда Господь все делает и нас причастниками апостольской благодати. А если кто не считает нужным даже думать о том, как действует Бог в других народах, явно, что Он не участвует в деле Христом и чужд Его разума. Да сохранит нас Господь от такой беды. Ревнуть и дарование больших призывает нас апостол Павел 1 Коринфянам 12.31 Ищите Царствие Божие правды его, а прочее все приложится вам. Прочее все, как раз не проще я выделяю, а все сие, даже он тот сказал так. Учит Господь в Евангелии. Итак, если мы будем просить у Бога большего, наиглавнейшего, то и меньшее будет нам дано в той мере, насколько оно нужно для достижения главного. Будем по евангельскому слову, по примеру апостолов и отцов, стремиться всем сердце к подражанию Христу, к стяжанию Духа Его и святости. И Бог подаст нам силы, по крайней мере, на то, чтобы не порочить христианское имя безобразными делами. Будем молиться о спасении всех народов земли и верить, что Бог силен их привести к этому. И тогда, во всяком случае, подаст нам Бог разума, как в своем народе праведно проповедовать Слово Божие и как свои местные церковные дела обустроить. А если мы окажемся косны, ленивы и трусливы, то услышим грозный Господень приговор, как тот раб, которому дан был всего один талант, и тем он не воспользовался как должно. Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму в кромешную, там будет плач и скрежет зубов. Матфея 25, 29, 30. Вот к этим вопросам, важнейшим для нашего общего церковного дела, а значит и для нашего спасения, я хочу привлечь внимание своих братьев. Ради них я и пошел на то, чтобы явиться в притчево языцах, покивании главы в людях. Их-то надо обязательно решить, прося духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, у просветителя. Это бесконечно важнее, чем разобраться с одним рядовым священником. Я самая маленькая частичка церкви, но она есть тело Христово и верю, что Господь, желающий спасения всем и меня последнейшего не оставит погибнуть в заблуждении. Он да будет свидетелем, что я не ради корысти или гордости говорю то, что говорю и делаю то, что делаю. Я искренне желаю одного. Псалом 26, 4, 11, 14. Вот это мои слова. Гордыня, прелесть, я делаю это для спасения, погибшее все. По трупам приходится идти. Единому встроиться славимому Богу во Святой Церкви да будет слава ныне и пресно и во веки веком. Аминь. Грешный раб Христов и Сын Церкви его священоинок Симеон. 142-511, Московская область, Павлова, Посадский район, поселок Большие дворы, улица Красавина, 79-я, отцу Сергию Симеону Дурасову. Ну и дальше откуда что у него есть портал. И теперь об открытом письме священоинока Симеона. Первое. Содержащиеся в открытом письме отца Симеона Дурасова понятие Церкви Христовой осудить как противолечащее святоотеческому учению. Видите, святоотеческому это на него уже какой отзыв пошел на Старообрядческой Церкви. Принять к сведению признание отца Симеона, что его открытое письмо содержит погрешительные формулировки неприемлемые для Церкви. Какой Церкви? Для старообрядцев? Тищите-то нечем. Поручить канонической комиссии с привлечением соответствующих специалистов и отца Симеона подготовить материалы по данному вопросу к очередному священному собору. О, как их задело это. Четыре. Исключить отца Симеона из состава ущербного совета Московской митрополии. Пятое. На очередном о священном соборе рассмотреть сомнительные случаи из пастырской практики отца Симеона. То есть заглаживать как вот за Дрем Кураевым что говорил. В пятом томе открытым оком вопрос 1441 говорит об этих же бедах ответ старообрядческого инока Олимпия на письмо священа Инока Симеона Дурасова. Кавычки открыто. Это на него уже сейчас долго чем. Можно было бы не проявлять беспокойство о том каковы богословские взгляды отца Симеона Дурасова до тех пор пока он не объявил их публично. И поскольку действия ближнего всегда следует истолковать скорее в лучшую сторону чем в худшую то хотелось оправдывать его шаги и обстановкой того времени и чисто по-человечески. Но вот он заговорил и я имею ввиду открытое послание с которым он обратился к церкви. После этого уже исчезли всякие иллюзии. Читая его строки каждый мыслящий православный человек скажет «Среди нас волк». Вот как они отнимают здесь. Точно такие слова обо мне говорят патриарши. Вопреки этому весьма невежественно отстаивать убитверждение, будто перед Богом все равно все едины. И якобы до Бога человеческие заборы не дорастают. Признать конфессии, перечисленные отцом Симеоном, в качестве поместных общин Единой Церкви невозможно даже с чисто административных позиций. Уже хотя бы потому, что они существуют параллельно на канонической территории друг друга. Видишь, о чем ссылается-то? А он вообще... Здесь отец Симеон употребляет просто демагогический прием. Спекулируя имени Божьи. А до каких пределов в состоянии сужаться Святая Вселенская Церковь до поместных или вообще узких, пусть он спросит Святого Максима. Неужели можно так наивно заблуждаться, чтобы дойти до утверждения, что в этой Ектинии мы молимся о единстве с раскольниками? А раскольниками их называют? Теперь они перекидывают на этих раскольники. Хорош пастор, который так учит. Но таков стиль мышления отца Симеона, также побеждающий логику и свидетельство предания, в кавычке открыты, благодатью, любовью и культурными вкладами разных народов, в кавычке закрыты, перед чем бессильны законы мышления и смолкают книги. Поэтому решительно отвергнем беззаконную любовь, ложную премудрость и фальшивую кафоличность, которые он нам предлагает. Теперь остается исследовать происхождение и природу того новоиспеченного учения, которое поразглашает отец Симеон. А нынче отец Симеон открывает новую страницу в виде своей ультралевой реакции. У святых отцов сказано, что путь добродетеля это середина между недостатком и излишеством. Например, целомудрие находится между окаменением и распущенностью, правдой между коварством и неразумием и так далее. Необходимо заметить, что такая закономерность прослеживается как в нравственном богословии, так и в каноническом. Потому-то мы с окружным посланием в середине неокружники были справа тяготея к беспоповским взглядам. Отец Симеон оказался по левую сторону примагниченный никоньянами. Таким образом, его учения все-таки новые и чуждые православию, как противоречащие святоотеческому. Но и те конфессии, которые он невидимо соединяет, далеко не все идут в восторг, придут в восторг от взаимного общения в благодати, которое отец Симеон им навязывает. Несмотря на это, его миролюбие таково, что одинаково примиряет всех, невзирая на возражения. Жаль, только новостильники и ремокатолики его так обидели, что не хватило на них братской любви. До теперь никто не сможет назвать его традиционным экуминистом. Все, пока. А это вопрос другой, я его отрублю на другое время. Зала, что тут осталось уже, дочитать его, да и все. К этому как бы не относятся, но в это входит. Я могу отдельно вынести, ладно. Это уже не относится к старобрядцам.